Анатолий Эдуардович, скажите, с какими странами предполагается в первую очередь начать сотрудничество? Мы сейчас налажим сотрудничество с многими странами, и в первую очередь с Белоруссией, хотя потому что мы работаем сейчас в Белоруссии, наше проектно-конструкторское предприятие, мы здесь берем земли, мы здесь строим экотехнопарк, тестовые участки и будем создавать производство. И поэтому у нас нормальные отношения и с властью, и с Республиканской, и с областной, и с местной. У нас нормальные отношения выстроены. У нас уже есть, ну идут переговоры, есть уже предложения по строительству первых дорог в Республике Беларусь, струнных дорог, дорог Skyway. Это и дорога скоростная Минск-Аэропорт, это соединение между собой областных центров со столицей, с Минском, и соединение некоторых городов небольших друг с другом. Есть группы городов, которые, ну, не имеют такой надежной, устойчивой транспортной связи. Это связь транспортная городов-спутников со столицей, с Минском. Поэтому первое, с кем мы сотрудничаем, это Республика Беларусь. Потом, естественно, мы активно работаем и в России, там очень много проектов должно быть. И это самая большая территория страна в мире, с самой неосвоенной территорией. Поэтому только в России нужно построить миллионы километров струнных дорог. И тоже мы сейчас выстраиваем отношения с заказчиками и с властью уже в России, потому что раньше логика отношений была другая. Мы просили деньги. Приходили и говорили, дайте денег, мы сделаем тестовые участки, построим полигон, сертифицировываем. И счастливым странам. Нам все говорили, сделайте сами, а мы у вас будем заказывать. И последнее, что прозвучало в частности от правительства России, тогда был президент Медведев Дмитрий Анатольевич. И он, когда мы докладывали на Госсовете по инновациям на транспорте в Ульяновске в 2009 году, он и сказал, а деньги найдете? Говорят, да, это здорово, это инновация, такая настоящая инновация. Но деньги найдете? То есть государство не готово вкладывать деньги в инновации, на самом деле. Если кто-то думает, что это так, это иллюзия. Поэтому мы пришли к краудинвестингу, чтобы за деньги народные сделать технологию, а потом продавать ее по всему миру, реализовать в радостных проектах. Поэтому крупная страна, где мы планируем реализовать проект, это Россия. Потом сейчас выстраиваются отношения тоже и с заказчиками, и с инвесторами в таких странах, как Объемный Арабский Эмират, Саудовская Аравия, Колумбия, Китай, Индия, страны Африки, там тоже неосвоенная территория, Австралия. Эта работа ведется, она незаметна, она не публичная работа, потому что это сейчас стадия переговоров. И наша задача, образно говоря, из заказчиков выставить очередь к тому времени, когда мы сертифицируем технологию и покажем ее вот здесь на тестовых участках. У нас должна быть очередь заказчиков. Вот наша задача. Потому что сегодня получить полноценный заказ нереально. Потому что технология еще не сертифицирована. Она в образцах, в экспериментах. В первом поколении ЗИЛ, когда ездил по рельсу в виде трубы, струнному рельсу в озера, это не продукт, который можно продавать. Это научный эксперимент, как самолет Братьев Райт. Это подать нельзя. А вот четвертое поколение мы не демонстрировали, не показывали, не сертифицировали. И естественно, мы не можем с ним выйти на рынок. Мы планируем это сделать через где-то год-полтора, когда покажем на тестовых участках сертифицированный продукт. Технологию Skyway, которую можно покупать в любой стране и строить любой адресный проект. При этом заказы могут быть на миллиарды долларов. Каждый проект это минимум сотни миллионов долларов. А если говорить, допустим, о проекте города в тех же Объединенных Арабских Эмиратах, то это вообще-то проект где-то на десяток миллиардов долларов. Наша задача увидеть заказчика, что мы это способны сделать. Поэтому очень важно показать вот здесь, в Беларуси, на тестовых участках, что это работает, отвечает всем требованиям международных по безопасности, по экологичности, по надежности, по долговечности. Что это не плод воображения инженера-конструктора, а трезвый расчет, трезвый анализ, подтвержденный экспериментально на тестовых участках. И что это соответствует тем характеристикам, о которых я уже давно говорю. Этот транспорт будет самым экологически чистым. Этот транспорт будет самым безопасным. Этот транспорт будет самым эффективным. самым доступным для всех категорий пользователей, потому что билеты будут в разы дешевле, чем на существующем транспорте. При этом он будет потреблять энергии на порядок меньше, чем существующий транспорт. Ее безопасность на нем будет выше, чем в авиации. А авиация вообще-то безопаснее автомобильного транспорта, которого мы не боимся, его надо очень реально бояться. Сегодня на трех дорогах мира гибнет полтора миллиона человек, а в коалиционных катастрофах 600-700 человек. То есть сегодня авиация безопаснее автомобильного транспорта в несколько тысяч раз. А мы будем еще безопаснее, чем авиация. И поэтому мы работаем сейчас с заказчиками со всего мира и готовим их к заключению контрактов. Предконтракт. И скоро я вот полечу в Абудаде, в частности на переговоры, и я надеюсь, что мы уже какие-то предконтракты заключим. Не контракты, это еще рано. Причем на такие вот серьезные вещи, как строительство нового типа города. Или кластеры, или микрорайоны. Но это все равно поселение, нового типа. Восстановленные почвой, с садами, с транспортом на втором уровне и полностью пешеходными.